Ко мне присоединился глава города, Сергей Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, уважаемые телезрители. Я напоминаю, вы можете задать свой вопрос Сергею Сахарову, позвонив в прямой эфир по телефону 36 66 66. Звоните и спрашивайте. И есть у нас первый звоночек, нам дозвонилась Нина Алексеевна. Нина Алексеевна, добрый вечер. Здравствуйте, Нина Алексеевна. Добрый вечер. Здравствуйте. Я к вам с огромной просьбой. Здесь была заявочка у меня, начальнику отдела по охране окружающей среды, в июне 2014 года. Мы живем на гражданской 16, дом маленький, муниципальный. Зарос до такой степени, что у нас ученики 9-11 лет, цвета не видят. И телевизор не работает, закрывает сигнал. Спасибо, Нина Алексеевна. Не отключайтесь, одну секундочку. Нина Алексеевна, поздно. Хотелось уточняющие вопросы задать. Гражданская 16 полностью. Нина Алексеевна, вы здесь у нас. Давайте я так откомментирую. Обязательно, безусловно, поправим ситуацию. Вопрос не вопрос, а оповещение еще раз для всех наших телезрителей, для всех граждан города Владимира. Подрезка деревьев – это задача управляющей компании, которая обслуживает сам дом. Если дом полностью муниципальный, проверим, гражданская 16. Наверняка, в частной квартире есть, он кем-то управляется. Тогда задача управляющей компании – выполнять требования жителей, которые они определяют им на целый год. Безусловно, общежитие подрезаем мы. Но если дом многоквартирный стоит на участке земельном самого многоквартирного дома, тогда жители сами за счет управляющей компании должны заботиться о своих деревьях. В данной ситуации мы, безусловно, разберемся. К нам дозвонился Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, Сергей Владимирович. Я по такому вопросу. Вот улица Студенческая, от улицы Горького и до Октябрьского РОВД. Машины стоят, как построили юридический институт, там новый корпус, машины стоят с двух сторон. И продвигаться на транспорте можно только посередине. То есть там уже пора, наверное, реверсное движение какое-то делать или еще что-то. Студенты заставляют полностью всю улицу из дворов выехать невозможно, просто невозможно. Ставят машины прямо так, что выезжаешь и не видишь, куда ты едешь. То есть как-то можно знаки повесить или что-то, чтобы студенты так уж не облюбовали эту улицу. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий, спасибо за сигнал. На прошлой неделе получал примерно такое же пожелание от жителей улицы Студенческой. Дом 3, дробь 12, первого дома. Соответственно, студенческие общежития, которые находятся с правой стороны, если ехать к РОВД. Безусловно, дорога узкая. О реверсивном движении здесь никакой речи не идет. А вот о том, чтобы в зимнее время чистить дорогу по четным нечетным числам, как мы это определили по нашим магистральным дорогам, вполне разумно. Спасибо обязательно. С ГИБДД этот вопрос мы обсудим. Елена у нас на проводе. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. У меня такой вопрос. Я живу по адресу Суздальский проспект, дом 3. Еще раз можно адрес? Что? Адрес еще раз можно, не расслышали? Суздальский проспект 3. Мы выходим из подъезда сразу же на дорогу. После дороги у нас тротуар. И нет парковочных мест. Когда этим займутся? Спасибо, Лена. Наверное, тоже вопрос к управляющей компании. Суздальский проспект 3 действительно так было спроектировано, что выход сразу на дорогу. Это, по-моему, девятиэтажка с магазином. Это действительно правда. То, что касается использования вашей территории для прогулки и благоустройства, устройства в нем детской площадки, безусловно, задача жителей вместе с управляющей компанией. Управляющей компанией там МУПЖЭП. Созвонимся. Сегодня не будем их тревожить. А завтра обязательно вам поможем. Телефон оставьте в студии. Марина Николаевна дозвонилась. Марина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте. У нас такая проблема. У меня мать инвалид. Не ходит вообще. И такая ситуация. Напротив ее окон, по улице Крупской, дом 8, два больших дерева. Мы днем живем со светом. То есть деревья закрывает полностью свет уличный. Мы обращали, чтобы их спилили, но никаких результатов не было вообще. А куда обращались, Марина Николаевна? И в ЖЭК обращались. В ЖЭК обращались? Да. У вас там Закаряна Артур Иванович, управляющая компанией, жилищник, да? Да, да. Ясно. Марина Николаевна, понятно, завтра обязательно свяжемся с Артуром Ивановичем. Но будет очень важно зависеть от того, есть ли у вас деньги на расчетном счете вашего дома. И делали ли вы своевременную заявку и когда управляющая компания. И напомню всем телезрителям, обязательно используйте это право, пока у нас остается с вами около 20 дней. Каждая управляющая компания обязана в срок до 1 апреля отчитаться перед жителями многоквартирных домов. Форма может быть различной. Заочная либо очная. Заочная форма – это они рассылают всем жителям многоквартирного дома отчеты о проделанной работе. Очная, на которой должны настаивать жители – это форма очного собрания. Когда лицом к лицу управляющая компания отчитывается перед своими жителями. Это касается и управляющей компании жилищника, о которой мы сейчас с вами говорим. Также любых других управляющих компаний, которые управляют нашим жилым с вами фондом. Есть вопрос у Натальи. Наталья, добрый вечер. Здравствуйте, Наталья. У меня вот вопрос по улице Тихонрава. Около 114 детского сада у нас есть непосредственная дорога, ведущая к гаражам. Там не то, что ямы и каналы, там просто ехать нереально. А эта дорога облегчила бы и разгрузила все близлежащие новые дома. Потому что наставлены шлагбаумы, и начинают жители соседних домов возмущаться. Вместо того, чтобы возмущаться, лучше бы нам отремонтировали эту дорогу, ведущую непосредственно к гаражам все дворы, которые лежат близ Тихонрава и Фатьянова. Наталья, знаем про эту дорогу. Были в детском саду, вами указанном осенью, с депутатами городского совета. Смотрели и на ограждение данного детского сада, и на близлежащую территорию. Мы знаем об этой проблеме, ждем сейчас денег от и Федерального, и Регионального дорожного фонда, с тем, чтобы правильно сверстать программу ремонта наших магистральных дорог, внутриквартальных дорог и вот таких злободневных участков, о которых говорят телезрители, в том числе и вы. Спасибо. Чуть более минуты у нас осталось до конца эфирного времени. Примем еще один звоночек от Галины. Галина, здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Сергей Владимирович, хотелось бы задать такой вопрос. Сейчас на улице приставать температуру уже практически неделю держится. Отопление, батарея очень-очень горячая, даже та, которая была зимой холодная, прохладная. Обращалась свою управляющую компанию, слесарь говорит, что отопление сейчас прибавили, как и в предыдущие годы. Что можно сделать, чтобы отопление убавить? Потому что дома с ребенком очень жарко, открываем окна. Я не думаю, что это мы одни, многие в городе это делают. Что сделаете? Галина, отключилась. Нужен будет обязательно адрес Галины. Галина, если слышите, оставьте, пожалуйста, телефон, либо адрес с тем, чтобы разбирать с управляющей компанией. В общем-то, управляющие компании могут в ручном режиме провести регулировку теплоподачи в многоквартирный дом по заявкам жителей. Но в общем и целом, следующий этап, который мы в городе проведем, это будет 2016-2017 год, установка регулируемой запорной аппаратуры для общедомовых приборов в учет. Они сейчас у нас стоят в 90% всех многоквартирных домах. Вот тогда уже не будет подобных жалоб, нареканий, в связи с тем, что во весенний и начало осеннего периода мы свои многоквартирные дома перетапливаем. А так пока в ручном режиме через управляющую компанию. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Спасибо, Алексей. Спасибо. Всего доброго. Еще 20 минут с вами. Спасибо, уважаемые телезрители, что провели это время вместе с Реншистым каналом. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова